В общем-то на канале 50 подписчиков всего лишь, канал называется Фил Го, видос называется старейший ученик Фреда, Фред гитарист, гитарные скандалы и интриги, но давайте смотреть. Привет, меня зовут Фил. Не, ну рубит нормально, по видосам так все как бы круто. Это основатель и гитарист собственного проекта Фил Го Проджект. Ну, я посмотрел этот Фил Го Проджект. Кроме группы ВКонтакте я ничего особо не нашел. В группе ВКонтакте меньше тысячи человек, на Яндекс.Музыке вообще нет музыки их, то есть у них нет музыки на цифровых площадках, то есть это ничего не значит. Это просто, знаете как, ну у любого, взять любого моего подписчика, есть какие-то песни, которые выложены в какой-то ВКонтакте, есть какие-то репетиции. Ну то есть, ну да, что-то он показал, там какие-то концерты, красивая картинка, более-менее нормальная, девочка поет. В общем-то, плюс-минус то же самое, что и все эти вторичные группы, Джейс там и так далее. То есть, это ничего, как бы никакого достижения в этом нет. Ну просто, да, создатель этого проекта, окей. Культовая московская группа и векторов андеграунд. Векторов андеграунд? Что-то я даже не раз слышал, как группа называется. Культовая. Я не знаю, ребят, напишите в чате, это действительно культовая. Напишите в комментариях, что это за группа, какая у нее популярность. Я такое что-то не слышал, что-то тоже не посмотрел. Давайте посмотрим, может быть у нее здесь. А, вот, вектор андеграунд. Тоже группа ВК, понимаете? То есть, это, скорее всего, опять же, нет никакой музыки на цифровых площадках, на официальных. Да? Ну давайте глянем. Ну, 13 тысяч подписчиков, это уже получше. Но это все равно. То есть, это, как бы, такой себе уровень. То есть, 13 тысяч подписчиков, это не так много. Там, у каких-нибудь Лехи из Бау, там, больше гораздо. И я не вижу, по-моему, нету у них, да, тоже. Векторов андеграунд. Ребята, вот специально даже для вас, сейчас я просто зайду в Яндекс.Музыку, чтобы просто уже голословно не говорить, да, как бы. Вектор. Оф андеграунд. Есть. Ну, 8 тысяч лайков. Ну, 9 тысяч почти. 9 тысяч лайков. Ну, это, ну, окей. Ну, какая-то плюс-минус. Но это даже меньше, чем он Nobody One, табачниковый и так далее. То есть, это тоже не особо такое достижение. И то он там просто гитарист. Ну, окей. Привет, мои друзья и коллеги по цеху. Постоянно пилят меня. Запиши видос. Выскажи свое мнение насчет всех этих гитарных срачей, которые происходят на нашем российском ютубе. И ты же учился у Фреда, когда только начинал играть на гитаре. Блин, со звуком у него проблемы. То есть, он просто очень громко вставляет эти видео, приходится звук крутить. Ну, а телекастер, как у меня, вообще нормальная тема. Не, хорошо играет, хорошо играет человек. И вот я решил записать вот такое вот видео. И высказать свое мнение. Что я хочу сказать. К большому сожалению, сейчас в России музыка отошла на второй план. В первую... Вот знаете, вот после этой фразы уже даже, вот как бы, знаете, уже отношения. Вот как всегда, вот ощущение, что сейчас опять начнется. Вот раньше была музыка, вот раньше были группы, а вот сейчас все на второй план. И сейчас только срачи всех интересуют. Ну, это просто же смешно. В очередь, сейчас популярность набирают разборки, агрессия по отношению друг к другу. Какой-то... Нет, есть YouTube, это специфическая площадка. Музыка, она так же и осталась. Даже наоборот, набирает популярность. Сейчас куча всяких фестов молодежных. Куча всяких, допустим, канал Цех Лайв. Чисто молодые артисты выступают, им дают площадку, дают пиар. Вот, пожалуйста, выступайте, показывайте свою творчество на большую аудиторию. Да что угодно. Вот я сейчас вчера смотрел ВК-фест, там кис-кис выступают. Два-четыре тысячи онлайн на стриме смотрели ВК-фест людей. Какие, что, на какой задний план? Все есть. YouTube, это просто другая площадка. Это площадка, которая связана именно с разговорами, с обсуждениями, с блогингом, а не с музыкой. Да, это как бы, ну, просто такая площадка, это просто другое. Негатив. Почему-то людей у нас это притягивает, это манит. Вокруг этого собирается огромная публика, что крайне печально, потому что музыка, в первую очередь, это искусство, инструмент самовыражения. А из этого сейчас, прикрываясь музыкой, сделали просто хит-парад каких-то негативных видеороликов с какими-то срачами, с какими-то разборками. Это просто какой-то гитарный дом-2. Да, гитарный дом-2. А что в этом плохого? Просто я не понимаю, что в этом плохого. Да, вся аудитория гитарного YouTube, это люди, которые занимались музыкой и не стали успешными. И сидят, обсусоливают там датчики, винтики зигзагами, как дерево влияет, какой лучше усилитель, какую лучше примочку, какую лучше гитару, там, китайскую, не китайскую, как лучше высекать, как лучше... Да, это гитарный дом-2, ну и что? И что в этом плохого? Это просто другая площадка. То есть ты сам снимаешь видос на YouTube и сам, вот ты сейчас сам начинаешь участвовать в этом сраче. Ты понимаешь? Ну забей. Просто есть где-то какие-то срачи на площадке YouTube. Все, они там идут. Просто ты зачем полез в это? То есть даже ты полез в это. Ой, друзья уговорили. Ну это смешно. А друзья тебе скажут, с крыши спрыгнут. Ты тоже спрыгнешь, что ли? Нет. Ты сам захотел просто пойти и хайпануть. Вот у тебя видос этот набрал 2000 просмотров на канале с 50 тысяч подписчиков. 50 подписчиков. Это просто пустой канал. Вот. И он набрал 2200 просмотров этот видос. Только по той причине, что ты залез в срачи. Что ты залез, написал в названии Фред Гитарист. Гитарный момент заключается в том, что гитара перестала дарить людям радость, наслаждение. Нет, не перестала. Мне гитара дарит огромную радость. Вот я выступаю, играю на ней и мне это дарит огромную радость. Просто я невероятно кайфую. Я улучшаю постоянно звук, пытаюсь какие-то себе педальки, можешь прикупить, что-то как-то настроить по-особенному. Еще что. То есть постоянно развивается. Да, и мне гитара приносит радость. Гитара перестала быть музыкальным инструментом, через который люди делают музыку своей души. Вот как раз мы тут и собрались, чтобы объяснить людям, что гитара это не какая-то божественная вещь. Это не какая-то что-то неприкасаемое. Это инструмент. Вот как раз мы здесь и собрались, чтобы многим людям объяснить, что гитара это просто инструмент. Это не что-то такое невероятное. Это просто как молоток. То есть ты берешь гитару и с помощью нее самовыражаешься. Гитара сейчас стала каким-то спортивно-измерительным прибором. То есть какие-то люди задают рент, что на гитаре можно играть только определенным образом технически. И только так, и никак иначе. Нет, это просто вранье. Люди говорят, что на гитаре можно играть не каким-то определенным образом. Да, понятно, у каждого есть своя школа, и каждый говорит, что нужно играть так, нужно играть так. Это отдельный вопрос. Потому что по-другому не работает. Но это ладно, это я уже тысячи раз объяснял. А сам смысл в том, что люди просто говорят, что нужно играть хорошо. То есть не важно, как там кто играет, если ты сыграл, что у тебя все звучит, и все четко, и все в ритм попадает в ударку, не свистит, не звенит. Вот ты показал свой видос, ты сыграл хорошо. Все, красавчик. Зачем ты тогда нам свои видео показываешь, если это не важно? Ты же показал, как ты умеешь. А показал ты для того, чтобы мы тебе поверили, чтобы у тебя появился авторитет в наших глазах. И только благодаря технике своей игры на гитаре я этот видос смотрю. Потому что если бы ты не показал свой... Ну, я отношусь к тебе с каким-то, как бы, с долей, ну, то есть доверия, скажем так. Потому что если бы ты не показал, как все Мухтары бегают, которые две ноты сыграть не могут нормально, то тебя вообще что слушать? Это очередной бред Мухтара был. Но мы тебя все сейчас здесь будем слушать только по той причине, что ты хотя бы играешь нормально. И то, что ты, конечно же, ученик Фреда. Это тоже прикольно. Вот еще один ученик, который круто играет. И вот эти все там, то, что у Фреда техника не работает, еще что-то, эти сказочки, они вот как бы растворяются еще раз. Ну, вот, пожалуйста, да. Я зашел на гитару на YouTube и просто охерел. Там люди записывают гитару в сетку, что-то там смотрят, измеряют, какие-то вычисления проводят. Кто там попал, кто не попал. Это просто безумие. Безусловно, существует... Ну, это безумие, как бы, я согласен, но это безумие, потому что это гитарный дом 2, как ты и сказал. То есть тут все начали мериться какими-то пруфами, то есть доказательствами. Потому что новичку ты просто так не объяснишь. То есть он не слышит, что ты сыграл ровно или неровно. Люди вот не понимают, что такое грув, не понимают, ну, много чего не понимают. Не понимают, как ударка попадает в метроном, должна как она попадать. Ну, и многие вещи. Поэтому приходится показывать, да, все смотреть, эти... Сетку смотреть, как попадает метроном и так далее, да? Ну, а что поделать? Существуют методики, упражнения и подходы, которые помогают лучше начинающим гитаристам быстрее и эффективнее осваивать инструмент, как технически, так и теоретически. Естественно, есть определенные физиологические особенности, которые связаны с постановкой рук. Как правильно нужно извлекать звук медиатором, пальцами, левой и правой руки и так далее. Это все понятно. Просто из этого и всего сделали культ, забыв о самом главном, о музыке, о творчестве, от того, чтобы... Ну, вот путаешь ты понятия, при чем тут забыли о музыке. В этом и фишка, что если ты берешь какого-то музыканта, вот мы играем, например, с нами играет барабанщик подменный иногда. Он говорит, я не хочу музыкой заниматься в плане, я не хочу что-то придумывать, что-то создавать группу. Я хочу найти артиста и играть у него в свои партии. Все. То есть, понимаешь, кто-то хочет играть просто кавера. То есть, просто брать и играть в партии, снимать, которые уже есть, написаны, все. Это что, не занятие музыкой, по-твоему? Но чтобы снять эти партии, чтобы сыграть их хорошо, нужно как раз обладать техникой игры. И никто ничего не забывает про это. Из этого сделали культ, да, потому что это единственный объективный способ добиться успеха в музыке, опять же, да. То есть, стать музыкантом. Потому что вот это вот... Ну, вот ты и создал свой филго-проект, и что? И что? Никто не будет тебя слушать. Никто тебя не... Не соберешь ты миллионы, стадионы, и не станешь ты никогда Кирком Хэммитом, понимаешь? Даже не Кирком Хэммитом. Тебя с Кирком Хэммитом не будем сравнивать. Допустим, Ричи Коцином даже каким-нибудь. Потому что ты нормально играешь, более-менее. Не станешь, все. Но то, что ты научился играть, даст тебе много возможностей. Тебя возьмут в какую-то, может, группу. Если ты захочешь, ты пойдешь там, попытаешься и пойдешь к какому-нибудь артисту крутому играть. Потому что у тебя будет уровень позволять. Вот и все. Чего тут непонятного? Меня, понимаете, вот такие вот люди, они сбивают с толку опять весь наш гитарный ютуб. Опять вот приходит человек, который вроде хорошо играет, а говорит какой-то вот, какой-то, ну, бред какой-то. Получать удовольствие от процесса. Да от процесса все получают удовольствие. Ну, просто все пополучали удовольствие до 25 лет. А дальше что? Дальше ты не играть не можешь, и удовольствие проходит, когда у тебя работа начинается, и все. И как бы ты не можешь нормальную группу собрать, потому что ты хочешь нормального барабанчика найти, а тебе барабанчик говорит, нормально, я за деньги буду играть. Ты такой, ну, а у меня нет денег, группа же не собирает площадки. Он такой, ну, тогда извини. Ты находишь того, кто готов бесплатно играть, а кто готов бесплатно играть? Только такой же, как ты, который ничего не умеет, и все, и у вас получается группа, которая кое-как что-то там играет еле-еле, и никаких перспектив у нее нет. Вот и все, и так вы сидите, а потом уже временно репетиций не остается. Жить-то надо на что-то, надо на работе работать, а ты не можешь нормально на работе работать, если у тебя голова забита другим, своим хобби. То есть ты работаешь, знаешь, постольку, поскольку, и поэтому ты карьеры в работе не сделаешь. То есть это вот, ну, просто вот. Да, и очень важно понять, что я высказываю свое собственное личное мнение по тем вопросам, по которым мне просили дать свои комментарии. Я никому своего мнения не навязываю. Вы вправе делать то, что вы считаете нужным. Это ваше право и ваше дело. Теперь я хочу поговорить... Очевидно, и я свое мнение говорю тоже личное, что такого-то. ...на тему этики, культуры и воспитания. Так. Действительно, есть гитаристы и вообще музыканты, которые плохо владеют техническим инструментом. Да. Все музыканты отличаются друг от друга. И есть те, кто играют, скажем так, ну, плохо. Сейчас, как я понял, очень популярно, когда третейские судьи и палачи подобных слабых гитаристов выносят на свой суд. И разбирают их технику, окопаются в их ошибках. Насколько это культурно-этично, решать только вам. Но приведу свой пример. Когда я когда-то преподавал... Ну, это... Насколько это культурно-этично? Ну, давайте ничего не разбирать. Вот вам сделали машину плохую? И ты говоришь, нет, машина нормальная. Не стоит разбирать. Это гениально. Жигули. Гениальная машина. Гениально сделанная. Запчасти все гениальные. Все гениальное. То, что у тебя ручка зеркала, ты поворачиваешь, она у тебя отламывается в руках пластиковая. Это, ну, это так бывает, но это гениально все равно, да? Так что ли? Или BMW. Ты покупаешь за 5 миллионов машину, там, или за 7? А она у тебя постоянно из сервиса не выезжает. Просто ломается. И ты такой, типа, и что? Не обсуждать это тоже? Ну, в чем смысл? Да, ты должен... Мы должны... В этом и смысл свободного мира. Все обсуждают все. Задают любые вопросы. Любые ставят... Любую критику делают. В этом и суть современного мира. В этом и кайф. Если тебе нравится, ты присоединяешься. Слушаешь одно мнение, другое. Своё мнение создаешь. Споришь, не споришь. И так порождается истина какая-то. И ко мне приходил ученик и говорил, вот мне нравится такая-то группа, там такие-то прикольные соло, такие-то рифы. Я прекрасно понимал, например, что гитарист в этой группе, он играет слабенько. Но я никогда не говорю... То есть, единственное хотя бы хорошо, что этот человек понимает, что есть слабые гитаристы. Ну, то есть, они как бы есть. Если послушать, например, там, фанатов, там, металлики и так далее, то у нас складывается ощущение, что все великие, они все крутые. То есть, нет просто плохих гитаристов. Просто нет. И многих блогеров послушаешь. Послушаешь Олейника Глеба. Да, все классно играют. Популярные, сдобились. Людям нравится, значит, классно играют. Забуруева, послушай, нравится, значит, классно играют. То есть, все классно играют. То есть, все просто виртуозы. Все гении, все классно играют. Я говорил об этом человеку, потому что я понимаю, что эти люди вдохновили его на то, чтобы он занялся творчеством, купил гитару, пришел на занятия. Зачем я буду разочаровывать человека? Я ему говорил, да, это классная группа, но вот смотри, в такой-то технике я бы тебе рекомендовал обратить внимание вот на такого-то гитариста. Да, и ученик тебе говорит, нет, не хочу такого-то гитариста. Я хочу вот этого. Зачем ты мне? Вот я говорю, ты приходишь, говоришь, я хочу играть Металлику. Тебе говорят, нет, Металлика, игра Ричи Коцена. Ты говоришь, кого? Ричи Коцена. А кто это? Ну, Ричи Коцена, это виртуоз, гитарный, он там классный. Я не знаю, а что, его кто-то знает в мире? Вот Металлику все знают, понимаешь? Металлику знают все. Вот любого подойдите, спросите, его все знают. А Ричи Коцена я не знаю. Я не хочу играть Ричи Коцена, которого я не знаю. Ну, что это за бред? На такого гитариста Вот они играют Вот смотри так, звучит лучше, правда ли? Он скажет, не знаю, нет Он не поймет, новичок не поймет Ты ему скажешь, лучше звучит, он скажет Да нет, вот у Метальки классные песни Вот они звучат, вот этот рифак Он покажет тебе студийку, на которой плюс-минус все нормально Вот звучит А вот это не звучит Он скажет, это не звучит И человек потом сам У него открывались глаза И у человека, возможно, даже со временем Менялся вкус И вот сейчас мы выходим на главный вопрос О моем отношении к моему же преподавателю Юрию Шильникову К Фреду-гитаристу Когда я учился у него Это был год 2009 или 2010 И когда я пришел к нему Он был именно таким преподавателем Я не помню, чтобы он Когда-то оскорбил какого-то гитариста Он просто говорил Вот этот человек играет плохо Например, вот здесь, вот здесь И показывал почему А вот этот... Ну вот А ты только что сказал, что так нельзя говорить Что надо говорить Нет, ну ты вот обрати внимание на этого На этого Нет Ну вот он так и говорил Да, этот играет плохо Все, по факту Хорошо Именно благодаря Юрия Шильникова Короче, вот понимаете Вот просто человек противоречит себя Буквально в двух предложениях рядом стоящих То есть, говорит Нельзя говорить, что это плохо играет Надо просто обратить внимание на других гитаристов Новичка И тут же Следующая фраза говорит Что Фред ему говорил Этот играет плохо А вот этот играет хорошо И показывал почему Шильникову Я узнал, кто такой Пол Гилберт Кто такой Стив Вай Кто такой Сатриани И так далее Именно он мне привил Правильный вкус Музыка... Ну вот, да Все правильно Ну да Вот тебе привил Правильный вкус Объяснил, что надо играть хорошо И ты играешь хорошо В чем проблема Верный вкус Именно он заложил в меня Правильный вектор направления И сейчас я могу сказать Абсолютно искренне Что я благодарен судьбе Что мой первый преподаватель Электрогитары Был именно он Потому что в то время Он действительно Открыл глаза многим Он совершил огромнейший прорыв В гитарной вообще сфере в России Но сейчас Я не подписан Ни на один его паблик Ни на ютуб канал Ни в друзьях У меня его нет Потому что Когда он Начал заниматься Агрессией Неправильно Он начал заниматься Ютубом Вот когда он начал Серьезно заниматься Ютубом Да, тут такие правила Это другая сфера Это Больше связано С хайпом И так далее С обсуждениями В отношении других музыкантов Мне сразу Все это стало неинтересно Вообще Я занимаюсь музыкой Для собственного удовольствия Я ни в коем случае Никакой не профессионал Ни супергитарист Я такими словами Себя не называю Для меня музыка Это не главное в жизни Я не зарабатываю ей деньги Для меня это хобби Я играю в своих группах Пишу музыку Мне этого хватает Ну окей Мне абсолютно неинтересно Все эти разборки Срачи Кто там с кем Сыпился Кто там на кого Чью жену обозвал Ну окей Ну тебе неинтересно А людям другим интересны В чем проблема Я просто Я не понимаю Все это Я не люблю смотреть Дом 2 Я его никогда не смотрел То есть какие-то урывки Может быть где-то Но так в целом Я даже никаких персонажей Тут не знаю особо Вот Но я понимаю Что если это людям нравится Значит это кто-то будет делать Все То есть именно Сами люди Которые делают Дом 2 Красавчики Красавчики Я не буду говорить Что Ой они разводят срачи Они там Нет Но люди хотят срачи Им это дают То есть спрос Рождает предложение Все просто Есть спрос на гитарные срачи Есть спрос На это все Вам это дают Что Тебе не нравится Окей Ну не нравится А зачем ты вообще Тогда этот видос снимаешь Ты же понимаешь реакцию Что тебя будут И в комментариях писать И с одной стороны И с другой стороны И ты вот сейчас Я тебя обозреваю То есть ты сам влезаешь В эти гитарные срачи Так сказать Зачем То есть понимаете Это вот Ну просто какие-то Странные двойные стандарты Странная логика То есть понимаете Вот я просто этого Ну как бы Мне это непонятно Мне напоминает Когда старые бабки сидят Во дворе И друг на друг орут матом Вот это примерно то же самое Ну вот ты то же самое делаешь Ты пока еще без мата Потому что ты только ворвался Но когда пройдет Если ты будешь продолжать Ютубом заниматься Ты выхватишь долю хейта Не хейта Еще чего-то Ты сам начнешь матом ругаться Поверь мне Все через это проходят Это ты пока сидишь Такой добренький Рассказываешь Как все классно Вот музыкой надо заниматься Когда ты хейта отловишь Когда ты отловишь Еще чего-то Когда ты поймешь Этот жестокий мир Гитарного Ютубного шоу-бизнеса Ты изменишься Вот и все Или вот около Там какого-нибудь магазина Стоят алкаши И там за два рубля Дерутся И друг друга Опять же посылают нахер Ну нет Ну как Алкаши Это можно сказать Вот если там Подписчики Пеннивайза Там всякие мухтары Вот это вот да Можно сравнить с алкашами А так-то блогеры Блогеры Он умный образованный человек Вот Но снимается Дико тупое шоу То есть Для Как бы для крестьян Так сказать Ну и что Это примерно Такой уровень Вот сейчас Мне опять Ну короче да Урой не такой А вот посмотри У Юры Опять Какой-то конфликт С каким-то еще Гитаристом Я даже не вдавался Подробности Кто это И так далее Мне это абсолютно Не интересно А ну он про Блинова Наверное Имеет ввиду Ну окей Вот как ты считаешь Как ты считаешь Когда у него был конфликт Сапарином Мне тоже самое Просто Ты должен понять Что Есть какая-то Вот Это в любой сфере Вот например Люди занимаются Стритрейсингом На машинах У них же там тоже Куча интрижек Понимаешь Люди Есть люди Есть какая-то Общая тема Вот в данном случае Это игра на гитаре Игра на гитаре Музыка там Ну и так далее Вот И в этой теме Начинаются всякие Кто-то с кем-то дружит Кто-то с кем-то воюет Кто-то кому-то в личку Что-то написал Что-то сказал Кто-то в реальной жизни С кем-то знаком Кому-то что-то передал И начинается Вот это Санта-Барбара Это неизбежно Это просто как бы Ну и людям соответственно Которые изначально Вошли в этот гитарный ютуб Просто посмотреть Как люди играют на гитарах Как они мыслят Рассуждают Они становятся Как бы свидетелями Вот этих вот интрижек И это становится интересным Ну потому что людям Это интересно Вот в этом гитарном мире Вот как это работает Это есть везде Например в танки я играю Я например в танки играю Я вообще не погружаюсь То есть я ни в ком клан не стою Ничего Я просто играю И все Для своего удовольствия В разных командах Но я когда захожу в команду Я постоянно слышу эти разговоры А вот этот что из клана убежал А пришел в тот клан Там им сказал А вот мы в бой попали Он им сказал нашу тактику А мы его тактику типа обыграем И вот это Все те же интрижки А этот того не позвал играть А того позвал И вот эти все Это везде Это просто Ну как бы И тебе скидывают конечно Вот конфликт Фреда с Блиновым Да потому что там Конфликт какой-то личный Но опять же Блинов вынес его На общее обозрение Зачем-то Непонятно зачем Ничего не объяснив И всех это будоражит Все-таки Что за фигня Почему Что как Мы все это скидывали Я не реагировал на это И сейчас я хочу сказать Что мне абсолютно Все равно На все это шоу Это все не относится К музыке Юра сам выбрал Такой путь Ну я бы не сказал Что это не относится К музыке Так или иначе Все каналы Даже я например Да я обсуждаю Делаю реакции Вот такие на тебя Но в то же время Я играю в группе И много чего интересного Рассказываю своим подписчикам Очень много Ну как мне кажется Интересного То есть много Каких-то подробностей Реальных Реальных Музыкантских Будней Как бы Вот поэтому И у всех так То есть все так или иначе Что-то про музыку Говорят И все-таки Это все равно полезно Это и весело Это и шоу И развлечение И польза Опять же Агрессии Скандалов Интриг Расследований Может быть Ему это нравится Может быть Это действительно его Я не могу Просто знаете Мне смешно Чел снял видос О том Как ему все пофигу Я вам хочу сказать Что мне пофигу На все ваше Вот послушайте меня Посмотрите мое видео Мне пофигу На все ваши срачи Я не хочу в них участвовать Вообще Но я видос Я вам сниму Скажу Но участвовать в них Не хочу Никак это комментировать Это выбор Лично каждого Вот Скажу лишь Что Это все не для меня Я иду совершенно По другому пути И вообще Я рекомендую всем Если ты Это не для тебя То зачем ты снимаешь Этот видос Снимал бы видос Как вы там записываете Гитару Как вы выступаете Как вы ездите На саундчеке С твоими крутыми группами Как вы там еще Что-то делаете Пожалуйста Снимай Видеоконтент музыкальный Но ты Сам лезешь В эту Как бы Драку Просто Да Гитарную В эти гитарные срачи Зачем Чувак Ну вдумайся Зачем ты это делаешь Если вы занимаетесь Музыкой Поменьше Смотреть На Все эти сплетни Поменьше Смотреть На все эти срачи А побольше Заниматься На инструменте Если вы хотите Добиться Каких-то результатов И успехов И самое главное Получайте Тут соглашусь Что я не соглашусь Что с тем Поменьше смотреть Всякие эти сплетни Почему нет Это развлекалово А на инструменте Конечно же Надо заниматься Конечно же Это самое главное Ну да Просто я все эти сплетни, когда даже еще сам не занимался видеоблогом, я их слушал на фоне, они меня вдохновляли, то есть я просто ехал на работу, опять же с кавер-группой или еще что-то, и я просто слушал на фоне все эти разговорчики про гитары, про музыку, около музыки, всех этих блогеров, и просто мне это нравилось, я такой прям, знаете, как бы, то есть я сам занимаюсь музыкой, я все про это слушаю, где-то что-то услышал, узнал что-то новое, что-то для себя почерпнул, это кайфово, и я еду, допустим, за рулем и не трачу специально это время, а просто слушаю это в плеере, то есть, ну, как бы, да и специально тратил, смотрел, и ничего, это нормально. Ваш творческий процесс в просто зажатую бездумную рутину, это абсолютно ни к чему хорошему вас не приведет. И сразу же хочу сказать, что это мой первый и последний видеоролик на данную тему, больше мне тут сказать нечего и тратить свое время... Ну окей, за язык никто не тянул, посмотрим, посмотрим, последний ли это твой видеоролик на эту тему или нет. На это я не хочу, всем удачи и пока. Ну окей, удачи и пока, но многие говорили, что это их последние ролики, и потом выпускали еще и еще, и как бы это выглядит, ну, крайне смешно, ну, ребята, крайне смешно. Пишите ваше мнение в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите на мои стримы, всем хорошего настроения, пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok